О чем, собственно, курс? Из его названия не совсем даже понятно, что это, о чем он, какие его цели, задачи. Потому что предмет у курса два. Ну, во-первых, это очевидно, это история развития инструментов, музыкальных инструментов. А второе, это история развития их применения, то есть инструментовки, история инструментовки, ее теория, не практика, а как индивидуальная дисциплина. Отделить одно от другого на самом деле практически невозможно, понимаете, потому что есть инструменты, которые вне музыкальной практики не являются музыкальными. Да, вообще, сущность музыкального инструмента определяется не тем, как он сделал, а тем, насколько он оказывается востребован в непосредственно музыкальной практике. Но так, в частности, какой-нибудь молоток или пила, да, то есть молоток, пила, столярные, слесарные инструменты, или строительные. Однако, такие классики, как тот же Вагнер или Малер, применяли молоток в музыкальных целях. Да, это же «Шестая симфония с молотом», или «Кольцо Нибелунга» Вагнера, где выстукивают ритм по металлической пластинке молотком. Но, соответственно, в данном контексте эти инструменты становятся музыкальными. Благодаря чему? Благодаря музыкальному произведению. В таком случае, то есть, история музыкальных инструментов не может быть автономно рассмотрена вне музыкальной истории, истории музыки как таковой. С другой стороны, есть обратный процесс. Композитор не может написать музыку для несуществующих музыкальных инструментов, да, это глупо, как минимум, да, потому что эта музыка не сможет быть исполнена. Можно написать музыку для планирующегося инструмента, в надежде на то, что он в ближайшее время появится, но нельзя написать музыку для несуществующего инструмента, да. Точнее, можно, но это не будет произведением музыкального искусства, да, это будет некой гипотетической фантазией. И не более того. Соответственно, вот эти две ключевые идеи и лягут в основу курса. Мы посмотрим с вами очень подробно на первых занятиях историю музыкальных инструментов. История музыкальных инструментов, к сожалению, начинается значительно раньше, чем история музыки. Не потому, что она так сложилась, а потому, что она так сохранилась. То есть нам ничего не известно о музыке времен Палеолита, однако инструменты с этих времен остались. Как вы понимаете, люди времен неандертальцев, да, они не могли фиксировать то, что играли. У них не было нотной грамотности. Вот. Не было нотной грамотности значительно позже. Это вся музыка была устной традицией. Поэтому инструменты есть. Можно даже отследить то, как они строились. То есть физика современная, это позволяет. Но мы не можем воспроизвести ту музыку, которая на них звучала. Поэтому, собственно, история музыки как таковой подключится достаточно на более позднем этапе. Уже в новое время. Хотя нотация есть и более древняя. Но она невосстановима. Об этом я скажу подробно. Когда будем рассматривать эти культуры. Шумеракадскую, Ленизм, позднюю Крецию. Далее мы с вами детально посмотрим каждый из инструментов. Или, по крайней мере, группами будем рассмотреть. Плейты, как таковые гобои, как таковые кларнеты. Потому что этих инструментов значительно больше. Не все из них хорошо известны. Не все часто применяются. Но для понимания сущности каждого отдельного взятого этого инструмента желательно знать и контекст. Особенно это применительно, наверное, к группе тех же флейт, которые традиционно считают инструментами высокими. Но есть и флейты, которые являются самыми низкими из существующих духовых инструментов. Да и из существующих вообще. То же самое можно сказать и относительно группы гобоев, из которых в симфоническом оркестре применяется, в лучшем случае, два-три. А на самом деле группа очень развернута. Каждый обладает своими индивидуальными характеристиками. И это позволяет лучше осознать сущность каждого отдельного знакомого вам инструмента. В том числе и гобоя. Если мы знаем, допустим, что такое мюзет, пикалор и гобоя. Сравнить их и понять, в чем все-таки своеобразие гобоя как таково. Зачем нужно изучать историю инструментов? Я этот вопрос ставлю не случайно перед тем, как сказать, чем закончится курс. Дело в том, что закончится курс современностью и перспективами. То есть мы послушаем достаточно большое количество современных сочинений. Потому что музыкальные инструменты, вся их история, цена для нас не как некий багаж, который мы с каждым годом становятся все тяжелее и тяжелее, и мы его тащим, да, бессмысленно. Нет, не бессмысленно. Вообще изучение прошлого было бы абсолютной глупостью, если бы в нем не было заложено фундамента для настоящего. Мы изучаем не просто прошлое, а то прошлое, которое, пройдя через века, сделало настоящее, и в котором есть перспективы для будущего. Мы не изучаем все подряд. То, что отмерло, оно отмерло. Оно действительно стало прошлым в полном смысле этого слова. Поэтому история музыкальных инструментов – это не история прошлого музыкальных инструментов. Это история их настоящего и будущего. Просто как это настоящее образовалось в принципе, оно не могло возникнуть на пустом месте. К этому привел длительный-длительный процесс эволюции музыкальных инструментов, их совершенствования и совершенствования их применения. Многие инструменты, да, такие как струнные, смычковые, предположим, сложились уже 3-4 века назад и больше не эволюционировали. Но эволюционируют способ их применения. А значит, эволюционируют и они сами. Просто они эволюционируют на другом уже уровне. Не на уровне физики конструкции, а на уровне физики звуковоспроизведения. История музыкальных инструментов на самом деле сейчас насчитывает по примерным данным 40 тысяч лет. То есть это совершенно колоссальный временной отрезок. Более того, трудно себе представить такую глупую мысль, что история сохранила для нас самый первый появившийся музыкальный инструмент. Но это, естественно, не так. Просто в эпоху, когда их было уже достаточно много, один из них сохранился. Поэтому на самом деле 40 тысяч лет – это датировка первого сохранившегося на данный момент инструмента. Более того, этот инструмент – это флейта. Флейта сделана из лучевой кости, грифа, на которой пять отверстий. То есть на нем уже играли двумя руками. Сыграть пятью отверстий на одной рукой как минимум неудобно. Попробуйте двумя проще. Требует какой сложнейшей координации между двумя руками. А представляете, что такое 40 тысяч лет назад? Это заселение условно современным человеком, условно Европы и вытеснение им неандертальцев. То есть единственным достижением науки того времени было каменное скребло. Это передовое достижение, потому что животные не могут использовать каменное скребло. Но вы можете себе представить, просто сопоставить каменное скребло и флейту, тончайшую флейту из лучевой кости грифа, с пятью выдолбленными аккуратнейшим образом вне отверстия. О чем это говорит нам? А это говорит нам о том, что на самом деле не человек сделал музыкальные инструменты, а музыкальные инструменты сделали человека, каким мы его знаем. То есть это говорит о саморазвивающейся структуре. Первичная психическая жизнь человека. Человек взял эту кость, он не подозревал, что это. Он просто выдолбил в ней хотя бы одно отверстие, и либо там ветер в нее подул, либо он случайно начал в нее дуть. И запустился необратимый процесс. Процесс включения и развития. То есть 40 тысяч лет назад не существовало никакой цивилизации. Цивилизации в смысле того, какое мы слово сейчас вкладываем в этот термин. Самая-самая древняя городская культура, которая сейчас известна науке, это культура города Чатал-Хююк, не так давно открытого. Это древняя Анатолия, территория современной Турции. Это 76 веков. То, Новый Аэр. То есть древние египетские пирамиды от этого места отстоят значительно дальше, чем эти пирамиды от нас. То есть да, это как бы колоссальный прорыв в области изучения древних цивилизаций. Люди открыли, что почти 10 тысяч лет назад уже была городская культура. Но речь идет о 10 тысячах лет назад. А я вам говорю о музыкальном инструменте, который считывает 40 тысяч лет. Понимаете? То есть при всем желании 40 тысяч лет городской культуры не существовало. Тем более, если посмотреть структуру Чатал-Хююка, то есть эта структура относительно примитивная. Хотя город был большой, 10 тысяч человек. То есть это нормальный, средний такой городок в Подмосковье. Я это веду все к чему? А к тому, что, по крайней мере в мою бытность, когда меня учили, а я еще родил в Советском Союзе, что искусство и культура являются некой надстройкой над экономическим базисом. То есть над тем, что якобы определяет историю культуры. Научное открытие ее определяют, их применение. То есть технологии. Это, оказывается, просто противоречит прямым фактам. То есть научные концепции, как и технологии, появились значительно позже, чем появилось искусство. Именно искусство определило структуру цивилизации. И внутри этой структуры цивилизации появилась наука и появилась сама. Культура как таковая. И именно благодаря искусству наука имеет возможность обновления. Если кому интересна эта тема, она у меня достаточно подробно разработана. Есть лекция, правда, достаточно давнишняя уже. Там я мало на себя похож внешне. Но можете посмотреть. Называется, сейчас скажу вам точно, «Природа музыкального искусства». Эта лекция есть и на Ютьюбе, есть ВКонтакте. Там детально разбирается структура. Как искусство, какова его роль в обществе. И как оно влияет на науку, на цивилизацию и так далее. Это как бы там начитанная статья просто. Статья много раз оставалась. Но просто я всегда считаю, что лучше один раз лекцию посмотреть. Мне удобнее такой способ. Кому удобнее читать? Вполне возможно, я думаю, что даже гарантированно можно в сети найти и печатные варианты. Так что удивительным образом именно культура, а не экономика и не цивилизация являются отправной точкой. Наиболее архаичной и, собственно, тем центром, который дает энергию ежедневно к обновлению и науки, и человека как такового. Потому что он укоренен в психической жизни человека. А, собственно, психическое – это первостепенное. То, через что мы воспринимаем вообще все как таковое. Вы отлично думаете, сейчас знаете, сейчас хорошо развита культура и документального синематографа, и в Рунете много материалов выкладываются, когда психические отклонения те или другие у людей делают их картину мира, так скажем, сильно отличной от картины мира обычного человека. Только вот вся проблема в том, что обычный человек – это условное обозначение. Это картина мира у каждого разная. Это говорит просто о значимости психического как такового. А психическое – это и есть искусство. Искусство непосредственно является выражением психической жизни и коммуникации, то есть передачей психической жизни между людьми. То есть, по сути, искусство является подлинным, наверное, возможно, единственной формой настоящего ритуального действия. Искусство, естественно, изначально появилось в контексте ритуала. Это не была концертная практика. И большинство существующих религий, конфессий современных, также включают музыкальное искусство в свой ритуал. Потому что без него ритуал, так или иначе, не будет столь же эффективным, каким он может быть с музыкой. Это не обязательно инструментальная музыка. Это могут быть достаточно значительные градации повышения и понижения голоса просто учитающего ритуала. В каком-то смысле это тоже музыка. Что касательно литературы. Я уже сказал, что исчерпывающего материала нету. Нету его, потому что инструментоведение наука молодая. Ей меньше ста лет на данный момент. Вообще все исторические гуманитарные науки, они молоды. Почему? Потому что на самом деле метод, который применяется в современных гуманитарных науках, во всех абсолютно, был открыт дильтем в начале 20 века. Метод герменетики. То есть до этого, до дильты, внутри гуманитарных наук существовало два противоречивых подхода. Первый это хроника. Поверьте, хроника не является историей. Это простое описание событий, которое не является достоверным, потому что оно не понимает того, что всякая хроника уже пристрастна. То есть все эти хроники, они писались либо при дворе какого-то императора, либо при монастыре, и выражали чаяния, либо заказчика, либо просто взгляды тех людей, которые разделял тот, кто писал хроники. Если вы посмотрите реально эти хроники, то там очень категорично все. Как в голливудовском кино, да, есть плохие и хорошие. И наши враги тупые, да, потому что они думают, что это мы враги, а на самом деле враги они. То есть вот именно в таком контексте преподносится модус хроники. Однако подлинная история как таковая начинается с метода герменетики. То есть когда мы описываем ситуацию, погружаясь в нее как бы глазами того, кто участвует в этой ситуации. Вне зависимости, симпатизируем мы этому персонажу или нет, мы должны представить каждую точку зрения с тех аргументов, которыми пользовался тот или иной исторический персонаж сам. Хороший он для нас лично или плохой, но что-то же его толкало поступать так. Не то, что он осознавал, что он великий злодей, он несет в мир великое злое. Вот, как в опере римского Корсакова Китиш, да, там татары поют, что мы вот злые татары, сейчас придем и вашу православную веру русскую загубим. Но вот так навряд ли себя кто-то мыслит. Это называется феномен одержимости тенью в психологии. Достаточно редкое явление, когда человек себя реально мыслит воплощением абсолютного зла. Бывает, но редко. И приписывать таковое всем подряд представляется нецелесообразным с исторической точки зрения. Соответственно, все гуманитарные науки идут отчет вот с начала 20-го столетия, когда был предложен вот этот подход. Второй метод, который до дильты использовался в гуманитарных науках, это попытка их приравнять к наукам точным. А методы математики, физики неприменимы к области той же самой музыки. Мы можем подсчитать количество нот, да, мы можем подсчитать количество тактов, но мы не можем подсчитать степень воздействия этой музыки на людей, которые ее играют и слушают. Вот. Количество поставленных лайков на видео не свидетельствует об этом. Соответственно, первая книга, которая есть по нашей теме, появляется в 20-е годы, то есть спустя фактически несколько лет после открытия дильты. Это Карс. История оркестровки. Она, благо, есть на русском языке. Вот. Книга неплохая. Но методы дильты здесь еще, так скажем, не пустили корней в полной мере. Безусловно, здесь интересно, очень многое рассматривается с точки зрения эволюции. А идея эволюции возникла лет за 50 до дильты. То есть в середине 19 века. Да это вы и этого не знали. Даже не знали, сколько Земли лет. Да? Она исчислялась тысячами всего лишь. А потом появилась наука палеонтологии. И Земля стала исчисляться другими церквами. Она сначала миллионами, а потом миллиардами. Вот. Сейчас уже историю жизни на Земле исчисляют миллиардами. И не одним. Вот. И я говорю здесь не об эзотерике, а вполне наученных и биологических открытиях. То есть микроскопической жизни на Земле примерно около 4 миллиардов лет. Вот. А самой Земле 4,7, насколько я понимаю. Далее есть вот такая потрясающая совершенно книга. У него, у этого автора, две книги у Веплика, посвященных проблемам инструментовки. Если вот эти книги удастся где-то скачать, просто советую полистать. Она толстая только потому, что здесь куча нотных примеров в полный объем. То есть на полные листы. Вот такого глубокого проникновения в партитурную ткань, как Веплик, не дает никто. Шостакович очень высоко оценивал эту работу. Но! Это просто отдельно взятые партитуры. Это не история их развития. У Карса есть история, но нету понимания того, что каждое событие должно быть рассмотрено с точки зрения этого времени. То есть как мы видим у Карса? Какую картину? То, что Бах писал музыку хорошо, Моцарт еще лучше, Петровин еще лучше. Вот. И соответственно, доходя до времени эпохи Карса, то есть Рихарда Штрауса, Маллера, это вершина развития симфронизма. То есть эволюционный метод. Метод, взаимствованный из точных наук. Метод, в науке, если вы хотите реально заниматься наукой, то вам нужно читать не книжки времен ветхих, а книжки, написанные самые поздние пять лет назад. Потому что наука постоянно обновляется. В этом ее смысл. То есть теория вообще в науке принимается как теория, только в том случае, если она может быть фальсифицируема. То есть если ее можно опровергнуть. Если ее нельзя опровергнуть, это не научная теория. И она не может быть принята как таковая. То есть чисто гипотетически ее должно быть можно последующей теорией опровергнуть. Базовое понятие. То есть верификация изначально подтверждения на опыте, что она правда действует, и последующая фальсификация смена на другую. В искусстве это абсурдно. Потому что искусство времен того же Баха, или времен значительно более ранних, Палестерина, Школы Ноттердам, нисколько не хуже, чем искусство, которое создается сейчас. Я не хочу сказать, что оно лучше. Это тоже, это другая уже проблема психологическая. Называется невроз навязчивых состояний. Когда человек очень любит старое и очень не любит новое. Это другая проблема. От этого страдает много людей и платит большие деньги психиатрам, чтобы они их вылечили. Но, кстати, этим неврозом по меркам итальянских ученых в Италии болеет до 30% населения. По предварительным прогнозам, потому что не мерил никто в России, просто на вскидку. Я активно общаюсь с МАПовцами, я там доклады читаю. Это Московская ассоциация аналитической психологии. Клиническая. Версия юнгианского. Примерно 40-50. То есть, каждый второй человек имеет подобные проблемы. То есть, он любит старое просто потому, что оно старое. И не может полюбить новое просто потому, что ему эта проблема мешает психологически. Это не потому, что он его не любит, а потому, что у него есть определенные проблемы, которые нужно решать. Такие же, как есть физические заболевания, типа насморка и так далее. Если вы их не будете лечить, то вы от них никуда не денетесь, особенно, если это хронические заболевания. Так что, в данном случае, не буду говорить о том, что современная музыка хуже, чем музыка Баха, но она, по крайней мере, не лучше. Лучше она только в чем? В области инструментовки. Потому что физические свойства инструментов и эксплуатации относятся к науке акустика. А это точная наука. И там все развивается по принципу вектора, как в любой науке. Но искусство, то есть то содержание, которое было в этих произведениях, оно одинаково хорошо было. И 40 тысяч лет назад, хотя я не слышал этой музыки, но я в этом убежден, по принципу, как таковому. И с момента возникновения фиксированной нотации, то есть те великие сочинения, которые авторские до нас дошли. Там пиротин великий, школа Ноттердам, древнейшее сочинение. И музыка, которая вчера или сегодня даже написана. Вот такая штука. То есть у Карса был подход неверный, просто не потому, что он был глупый человек, а потому что в его эпоху все мыслили так. И его подход очень часто можно встретить в значительно более поздней литературе. То есть когда подходят и обвиняют Баха, например, что он там... У Баха очень можно, кстати, найти вещей, когда он проявляет явное неумение инструментовать. Но это не значит, что мы должны смеяться над Бахом, это значит, что мы должны посмотреть рядом. А как умели его коллеги в его эпоху. И оказывается, что они-то умели хуже. То есть мы не можем обвинять Ньютона, что он не открыл теорию дополнительности. То есть он не был Бором. Да, он не был Бором. Но Бор жил в 20 веке. Соответственно, что касательно Веприка. Веприк высказывает совершенно потрясающую мысль о том, что не только свойства инструмента определяют ту музыку, которая для него пишется. Но это процесс взаимообогащения. Он берет два аналогичных птесситурно-фрагмента из Шахерзада Римского-Корсакова и из Тристана Изоль де Вагна. Он берет партию виолончелей. Там их небольшое соло. И сравнивает. Интенционный материал схож. Очень схож. Хроматизированный. Достаточно с гибким ритмом. Тесситура идентична. Звучит абсолютно по-разному. То есть до Веприка считалось, что у каждого инструмента есть фиксированные тембры. Если вы почитаете трактат Берлероза по инструментовке, то там написано флейта, звук холодный и так далее. То есть навешаны определенные ярлыки. Это замечательно в ту эпоху, потому что это вообще первый трактат по инструментовке. Что он хоть как-то попытался определить. Это что говорит? Что вообще впервые человек услышал тембр. То есть до этого, если это не описывали, значит это вы и не слышали. Но Веприк доказывает, что абсолютно один и тот же инструмент на почти тождественном материале звучит по-разному. А почему? Да потому что музыка по образу, заложенная в этих партитурах, разная. А на инструменте играет не компьютер, а музыкант. И музыкант может по контексту, по самому произведению понять, как это нужно сыграть, и тембр инструмента изменится. То есть впервые было заявлено совершенно... То есть это аналог теории относительности. Понимаете? То, что тембра у инструмента в принципе нет. Есть определенные физические характеристики, но внутри них могут быть колоссальные вариации. Просто потрясающие вариации. И эти вариации, они обусловлены тем, какой музыкант это играет. И какую музыку. Ну, вы отлично знаете, струнники, да, то, что там Паганини писал, подражая звуку флейт, подражая звуку Волторн. То есть значит, он пытался сымитировать этот звук. А я отлично знаю, что это можно. Сымитировать звук. Не значит, что скрипка зазвучит как флейт, а значит, что скрипка зазвучит совсем по-другому. А если вы умеете имитировать на скрипке звук не только каждого из существующих инструментов, но и их миксов, одновременно флейту с Кабором, одновременно флейту с Волтором и так далее. Вот тогда вы понимаете, что такое скрипка и как на ней играть. Потому что до этого вы работаете, не зная с чем. То есть для вас звук скрипки, который у всех, кстати, разный, является данностью. А вот когда вы можете пережить эту данность, и вы можете сами выбирать, каков будет этот тембр, вот тогда только вы начинаете работать со звуком. То есть получается, инструментоведение это не только наука о физике, да, звукоинструмента, а всем спектре этих возможностей, которые может инструмент представить. Я, когда в свою бытность учился на Альте, то просто занимался тем, что какую-нибудь мелодию представлял в своей голове в тембре разных инструментов, пока не услышу ее именно, вот точно, как будто это реально физически я слышу. Потом, то есть, менял эти инструменты, потом соединял их, задача усложняется. Типа там, кларнет и погод в унисон играют. А потом задача еще усложняется, три инструмента в унисон играют. А потом это нужно уметь воссоздать на своем инструменте. Если у вас это получается, все, палитра инструмента, его тембральные возможности, вы подчинили себе. Если вы этого не делаете, вы заложники, потому что вы этого не слышите. То есть, максимум современной философии, да, вне дискурсивной практики нет реальности. Что такое дискурсивная практика? То, что мы называем. То, что мы не можем назвать, мы просто не видим. Все, что мы видим, мы можем описать. Но это не значит, что это все, что есть. Меняется парадигма, меняется концепт мышления, и люди начинают видеть иначе. Почему Эйнштейну удалось сделать свое открытие? Потому что расшатались основы христианства, как такового. Потому что трехмерное пространство, время откуда взялось? Трехмерное пространство взялось из Триединого Бога. Если вы посмотрите историю физики, то вы убедитесь, что я не голословен. Соответственно, когда концепт Триединого Бога отошел на второй план, по крайней мере, стал одним из вариантов, когда человек уже смог выбирать свою религию, а не просто с детства был в нее посвящен, в физике появились другие законы. То есть человек увидел мир другим. До этого он его просто не видел другим. Вне дискуссивной практики нет никакой реальности. Поэтому только когда человек услышит, что его инструмент может звучать иначе, поймет это, он сможет это контролировать. До этого он заложник. Он просто находится, извините, как в блокбастере матрицы. Он находится внутри этой матрицы. И никуда из нее он выйти не может. Даже если он может в ней творить чудеса. Если он творит в ней чудеса, поверьте, он значит в матрице. Если говорить о этом самом блокбастере, то первая часть его заканчивается тем, очевидно, что Нео хочет всех посвятить именно в матрицу. Потому что он говорит, я научу вас летать, но летать можно только в матрице. А цель выйти из нее. Потому что что такое матрица? Это парадигмы мышления. Это точка отсчета. Вот когда вы понимаете, что у вас их много, вы можете выбирать и пользоваться ей как системой. Но когда вы в ней пребываете, вы не можете даже осознавать, что вы в ней. Как гласит один очень мудрый Куан, кто меньше всего знает о воде, рыба. Потому что она всегда в воде. Поэтому даже не догадывается о существовании воды. Потому что она не видела существование вне воды. И, наконец, из новых книг по инструментоведению есть у нас в библиотеке Чулаки. Эта книга относительно новая, но значительно позже реплика написана. Там очень много ошибок. Она рассчитана на колледж, но она есть в больших объемах у нас в библиотеке. Поэтому можете смотреть. Но, опять же, там даже диапазоны не все точны. При всем уважении к автору, он был директор Большого театра долгое время, многое сделал для российской культуры, но книжка не лишена своих недостатков. Есть чуть-чуть получше издание. Вот такое современное. Кожухарь. Здесь значительно точнее материал, но материал, знаете, такой, сейчас бы назвали его погубленным. То есть материал интеллектуально не особо обработан. Он точный, он есть, он наличествует, но никакой связанной системы я в этой книге не увидел. Хотя она, безусловно, лучшая на русском языке. Просто в силу точности информации, которая в ней представлена. Ее можно и в свободной печати купить, ее можно, надеюсь, достать в сети. Кто автор? Автор Кожухарь. Кожухарь. Инструментоведение симфонический и духовой оркестр. Здесь представлены и партитуры, как они должны графически выглядеть, и на большом количестве языков указаны, как пишутся инструменты, и точная, с точки зрения цифр, информация по истории. Но понимаете, что такое история? Если мы отдельно выхватим 10 фактов точных из истории, это не значит, что мы дали истории инструмента. Потому что эти факты, я не понимаю, как они связаны между собой. Я не понимаю, почему выхвачены именно они. То есть, с точки зрения культуры, некоторые из них очень значительны, некоторые настолько второстепенны, что о них можно было умолчать. Но даты все верные, диапазоны все верные, фамилии все верные. Поэтому стоит отдать должность. Я буду давать прежде всего курс по Сэмуэлю Адлеру. Он только на английском есть. Из мировой литературы, на разных языках, это самое приличное. Сэмуэль Адлер, The Study of Registration. Им пользуются в большинстве вузов, в том числе в Julliard School of Music, самым престижном вузе в мире. Это Линкольн Центр Нью-Йорк. Я с ними достаточно тесный контакт поддерживаю. Поэтому у меня есть материалы. Я буду кое-что показывать. Но, опять же, это переводная информация. И, во-вторых, сам автор, несмотря на то, что он учился у Пауля Хиндемита, он еще живой, хотя ему очень много лет, Сэмуэль Адлеру. Это блестящий мастер инструментовки. Тем не менее, он страдает как раз тем самым неврозом. И он считает, что музыки дальше лядово не было. Несмотря на то, что учебник написан второй половине 20-го столетия, а последнее издание 2000-е годы, он расширенно обогащен. Тем не менее, там музыка, примеры ее даются на 100 лет раньше не больше. Это, безусловно, неправильно, потому что любое искусство – это процесс. Вне процесса нет искусства. И, как вы, думаю, тоже отлично знаете, Баха сейчас, того же Моцарта, играют не так, как играли в эпоху создания. Ровно как и аутентизм как таковой появился тогда, когда появился авангард. Это тоже своего рода авангардное направление, а не метод воссоздания музыки той эпохи. Понимаете? Потому что очень просто, на самом деле, воссоздать музыку какой-то эпохи, если она хорошо задокументирована в текстах. Но с чего нельзя воссоздать? Нельзя воссоздать мозги людей, которые были в ту эпоху. Понимаете? То есть сейчас мы будем воспринимать эту музыку совершенно не так же, даже если она будет звучать так, как она звучала в эпоху Баха. Нельзя обнулить все наше культурное наследие за эти 200-300 лет, чтобы послушать музыку предшествующих эпох, так, как она звучала в ту эпоху. Это невозможно. Соответственно, сейчас мы ее в любом случае слышим иначе, а значит, та музыка, которая входит в репертуар, она так или иначе современна. И мы должны ее рассматривать, как явление современное, которое эволюционировало с того момента. А не просто как явление эпохи там. 100, 200, 300 лет недавности и так далее. Вот это самое, наверное, важное. То есть, как вы поняли, сущность предмета достаточно сложная, потому что, а, мы имеем дело с тем, что нельзя загронометрировать строгими цифрами, то есть, с музыкальным процессом. Во-вторых, мы имеем дело с партитурой, которая лишь отчасти дает представление о том, что такое музыкальное произведение. Нельзя исполнить музыкальное произведение единственно верным способом. Этот способ все время меняется, в зависимости от того, какой культурный контекст программы. И, наконец, с той проблемой сталкиваемся, что сами музыкальные инструменты оказываются зависимы от той музыки, которая на них исполняется. Но тот же самый контрабас там в джазе звучит не так, как он звучит у Бетховена. Нравится. Вот. А если кто-то будет играть Бетховена, как в джазе, то это смогло появиться только после того, как появился джаз. Если мы сейчас слышим, там, не знаю, в второй части 32-й сонаты Бетховена джазовые явления, да, джазовые мотивы, то это только благодаря тому, что спустя там 80-90 лет появилась эта культура. Это и говорит о том, что нельзя эту сонату, допустим, теперь, исполнить аутентично. То есть для этого нужно полностью обнулить наши мозги, обнулить наше музыкальное представление обо всем. А нужно ли это? Когда тот же джаз, рок, они тоже обогатили музыкальную культуру. И то есть, если мы сейчас это слышим, там, это не плохо и не хорошо, это просто есть. Понимаете? Если человек, которому называли слово яблоко в средние века, понимал исключительно концепт грехопадение, то сейчас человек может воспринять, сюда же в мотив яблока вписывается и макинтош, и одноименная партия в России. Понимаете? И хотим мы этого или нет, оно туда включено, исторически. И ничем это оттуда не выкручивает. Понимаете? Так же и в музыку. Все новое обогащает и предшествующее. То есть не только Бах повлиял на Шестакович, но Шестакович повлиял на Баха. Баха, как бы это парадоксально не звучало. На того Баха, которого мы сейчас слышим. Не на того, который писал Фуги, а на того, как мы его слышим сейчас. Вот это взаимовлияние, это и есть самая главная проблема дисциплины, проблема на самом деле любой исторической дисциплины, связанной с искусством. И мы попытаемся с вами вот в этих сложностях во всех разбираться, разбираться будем достаточно проворно, потому что у нас всего 17 занятий. Но надеюсь, что если вы будете хорошо ходить, то мы все успеем. Еще раз рекомендую, кому интересна тема, посмотреть лекцию по природе музыкального искусства. Я ее вам читать не буду, я обычно ее читал здесь. Но на самом деле ее читать очень тяжело. Не слушать тяжело, а лектору читать тяжело. Потому что там ставится настолько сложная проблематика, которая в литературе еще не ставилась. И поэтому проще один раз было начитать на камеру, и больше с этим не связываться. Всех интересующихся отсылать либо к публикации, либо к материалу на видео. В следующий раз мы начнем с вами с самых-самых древних времен. Посмотрим от музыки Шумера, Када, Египет. И, надеюсь, доползем до античности. Я в три лекции планирую дать историю инструментам, чтобы перейти уже, собственно, к самим музыкальным инструментам. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Если вопросов нет, то у меня на сегодня все. Запишитесь только, пожалуйста, кто сегодня присутствовал на листочке. Субтитры делал DimaTorzok